здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня у нас обзор новейшего журнала дизайн 1 2023 видим да что это у нас новенький журнал 6 евро он стоит всего их в этом году выйдет два всего лишь вязание вот вязание один он первый из специальных выпусков вязание выходит вот и вот последний в одиннадцатом месяце как-то непонятно да вот в первом и в одиннадцатом все лето у нас не будет ничего это по бурде вот и вот этот вот журнальчик 1 у нас по вязанию он у основу как бы больше как бы без на лето вязание 34 моделей вот давайте мы их с вами и посмотрим обсудим и вы решите нужен он вам купить его его или не купите ну во всяком случае будете знать что в нем есть и нужен ли он вам вот здесь вот представлены все модели я вам сразу скажу неплохой лучше чем у них бывает вот такой средний я бы сказала и не лучший и и не худший вот первое что меня удивило летнее платье в шкафу с валанчиками из мохера я думаю что она наверное не совсем из мохера по уровню сложности три точки средний уровень вот по выкройке я сейчас посмотрю и вам скажу значит 28 так вот он реглан у нас да а здесь я так понимаю добавлением здесь цель навязаны хотя выглядит оно как вроде бы как пришита ирюшин так в общем такое платочка симпатичным вот но так как я не нашел платочка вязаный но мне нравится вот как модель мне очень понравилось но опять же что что я хочу сказать вот сидят сидящим положением от модели мне совсем не нравится мне бы хотелось несколько фотографий чтобы это было виднее вот из такого же мохера свитерок легенький то типа паутинки симпатичная модель вот под такие широкие брючки нравится мне люблю я такие вот совершенно смотрите не скосов не окатов ничего простая модель что как бы хорошо для начинающих что здесь рассчитано на размеры как бы для начинающей вязальщицы вот это вот очень очень удобно да лизина нарисована две точки простая модель вот этот вот пуловер с дырками непонятный для меня пока вот ну понятное дело что если его попробовать образец то будет понятный вырез лодочкой немного расширенный рукав как здесь пишут вот сейчас мы посмотрим на детали кроя все шивные детали как они любят ну в общем как у них практически всегда и есть 23 вот а здесь кстати нет вы выреза вообще вот это лодочкой получается вот таким вот способом да что нету выреза горловины абсолютно одинаковый спинкой передняя деталь а рука вот видите как интересно вот этот вот реглан подрезы и расширенный рукав и опять а вот он кстати узор а я уже поняла как простой узор девчонки но эффектный вот такая вот модель к далее у нас крючком идет платье вот это не моё честно вам скажу это не моя модель не мой узор вот если посмотреть свечи то что не моим ней смотреть не хочется а вот они схема узора тут кто вяжет крючком легко разберутся вот просто рюши ровно ровно и силуэт наш говорю платье это платье не мою здесь у нас джемперочек тоже крючком такой простой узорчик простой крой я уже вижу что здесь спущенный рукав простая модель тоже кто вяжет крючком это абсолютно простая модель и простой узор и вы легко и его свяжите если купите конечно на русском языке ну это понятно да вот смотрите это просто квадраты здесь ничего нет и простейший узор вот так далее вот это кардиган ну вот почему я понимаю что нужно показать зад зад ну спинку вот что вам она вот такая вот интересно и мне нравится что она такая интересная как какой-то такой простенький узорчик рельефный извините вот я хочу ее посмотреть впереди и фотографии не сейчас посмотрим мы здесь может она не а вот есть вот интересная модель да но опять же три точки здесь у нас стоит хорошо что рассчитана по размерам очень интересная модель вот вот трубки чешутся ее связать вот как она будет сидеть рукав сака там тут уж точно нужно следовать и плотности вязание и и всем расчетами думаю здесь уж подогнать точно нужно вязать и вот я бы хотела конечно же ее связать и посмотреть как он видите как здесь передняя деталь пришита и она уходит назад вот очень мне интересно признаюсь честно очень мне интересно как вот это чудо сидит здесь написано что это модель к платьюшкам джинсиком под топик на рубаху вот так и далее у нас идет несколько моделей оранжевых пожалуйста рука что там делает рука вот весь от меня идем сюда посмотрим какой-то вот топ с ажурным узором симпатичный довольно материал хлопок полиамид видите там не не читала что у нас не для начинающих моделей я так скажу ну довольно такие универсальные которая будет носиться очень долго если правильно подобрать какие-то льняные конопляные хлопковые нити хорошая такая чисто классическая которую вы потом еще и оденете под жилет да опять оранжевая у нас оранжевая ну тут из мохера свитерок который без заморочек лодочкой вырез здесь вот бурда во всей красе но тут не на что смотреть как по мне сумочка тоже не мою даже не буду на ней останавливаться вот интересный желез с кусами вот это тоже из хлопка бы и злина из чего-то такого интересного летнего вполне себе интересная такая модель что характерно видите здесь как бы резинка свободная то есть то что тот эффект дает конечно же это количество кос и здесь на рукаве она свободная что очень интересно не рюшик но свободно ложится и мне это нравится кстати вот как бы эффект этой резинки мне нравится даже на воротнике у них такая растянутая может у них автоматически так получилось но по итогу получилось как бы и симпатично вот он видите непростая модель но и не сложная такая средненькая я бы сказала вполне себе чему-чему из хлопка стопроцентного хлопка они вязали вот эту модель следующая модель тоже у нас летняя с ажурным узором вот опять ничего не видно я так понимаю вот здесь разрезы по рукаву идет только одна полоса узора 25 сейчас будем смотреть 25 вот он 25 и здесь ничего не ну как так можно фотографировать ну как ничего не видно на выкройку на выкройке тоже у нас смотрите как они интересно сделали вырез здесь просто квадрат и здесь роз ровный вырез который потом раз кстати вот это вот можно где-то применить в простых моделях вот смотрите видите он не вывязывает абсолютно горловину это очень хороший метод для и хорошо спущенный рукав получается если просто раздвигается вот это все дело да а за счет того что и на спинке у нас есть этот разрез и получается у нас вот такой вот глубокий вырез хотя здесь сокращение нет он просто раздвигается класс не вот это вот идея вот это вот очень нравится это для тех узоров очень удобно где вот узор и не как бы сокращение неудобно делать позже мне нравится девчонки вот здесь вот я снимаю шляпу мне нравится правда так и еще у нас оранжевый свитерочек джемперочек тоже я так понимаю он льняной ажурный вот про простой перепрыгнул он через вот этот крючком ковричек коврик красивый да симпатичный давайте посмотрим на этот я уже вижу что ровный рукав в шахматном порядке дырочки ничего особенного такой себе такой себе да много модели вот видите опять же квадраты ровный вырез ровный рукав ничего экстра нет и интересного ничего нет сарафанчик на девчулечку с кармашками кстати мне нравится такой симпатичненький под футболочку такой если тоже из хлопка связать на принцесску очень хорошо штанишки тоже кстати универсальные штанишки я так понимаю на мальчика можно и на девочку но как летний вариант я бы даже не рассматривала вязаные вещи сумочка крючком на девочку брелочек вот в виде арбуза из таких мелочей вот этот вот джемпер тоже он простой но 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 что здесь интересно это узор а кстати видите расширена к рукаву сильный скос и рукавчик это этот узор мне интересует лана гросса резерва 70 процентов хлопок 30 процентов полиамид ага здесь два вида пряжи вот поэтому получилась вот это вот фактура по два ряда я так понимаю вязан этот свитер по два ряда и вот такой вот эффект получился симпатичный довольно таки это тоже простейшая вещь ну единственно что я смотрю здесь вверху резинка видите детка внизу вот этот узор я думаю они это сделал сделали именно потому что на этом узоре очень неудобно делать вырез горловины вот потому что этот узор у меня есть на канале он известный он наверное у всех вязальщиц есть вот она модель а ровный рукав но есть пройма и есть вырез горловины и вот видите вот эта кокетка связана резинкой 2 на 2 там по-моему насколько я вижу и связан он из хлопка 66 процента 34 процента полиамид вот далее здесь у нас крючком с карманчиком вот такая вот туничка обратила я на нее внимание не здесь кстати здесь я ее не увидела я ее увидела уже когда просматривала вот эти вот детали кроя тоже она просто святана но карман завязки дают свой как бы эффект и вот эта сетка и туничка вполне себе может существовать еще одну платьица спицами тут уже он они заморочились деталями хотя я не вижу здесь сокращение на линию талии давайте посмотрим комбинация нескольких узоров вот она связана так из льна леоцел плюс лен вот кстати да из льна я бы его видела заморочились деталями кроя так что я ошиблась заморочились с узорами и с деталями кроя вот они платьюшка симпатично я бы не носила так вот этот вот джемперочек у меня ступор я не знаю что сказать вот нам как по моему мнению слишком много всего и вот этот вот воротник как бы стоячий видите цель навязанной и косы и 1 2 я не знаю что на него сказать мне не нравится как бы отдельные элементы узор мне допустим нравится но не для но не знаю я не знаю что именно но вот что то мне здесь как бы не алло не знаю девчонки вот напишите вы может кому то и нравится а мне почему то кажется что он излишне усложнен ну не знаю не знаю не знаю может я чего то не понимаю нации да вот видите цель навязанная горловина скос но это правильно да окат косы разные ну вот не знаю прям прям застопорилась ладно идем дальше вот прикольная вещица жакетик такой фактурная пряжа вот тут за счет пряжи он такой фактурный давайте посмотрим хлопок лен не знаю какая то в общем видите рукав добавление по рукаву у нас идет хотя здесь ничего не видно и вниз он заужен и опять же ничего не видно вот вот как так и здесь и здесь вот видите как они скрываются то что есть на самом деле футболочка детская шикарная на мой взгляд правда классная вот далее рюк же рюкзачок крючком тоже прикольный ничего не могу этот кардиганчик хорошенький мне очень нравится такой простенький можно использовать остатки хлопковой пряжи там какие у вас остались видите здесь переход эта комбинация но они из каждого цвета переходят как бы соединением этих двух цветов что очень прикольно и можно использовать все остатки 22 полупатентная резинка здесь вот он прекрасный стопроцентный хлопок вот крой простой ничего страшного на полупатентный узор вполне себе для новичков очень даже можно связать вот это вот вот ток мне понравился потому что здесь скоса вот на этой пряжи я бы просто другую пряжу на него взяла вот здесь косики здесь разрезе ки и такой себе хороший топик который потом тоже можно носить под рубашку я уже затянула видео так вот видите здесь разрезе ки тут они неудачно как по мне выбрали пряжу хлопок акрил нейлон составе вот красивый сказал красивый потом подумала некрасивый мне не нравится комбинация ажурного узора лицевой глади вот такой вот накидом летний так тоже топ этот мне не нравится даже не буду но зато простой но мне не нравится правда вот такую вещь я бы не не вязала и не задумывалась над ней интересный топ чем интересные своим кроем ну хотя вот такой такой у меня уже есть просто резинкой связанного обычный топ это обычный жилет просто за счет пряжи вот такой вот эффект тоже то написано как детский какой то джемперочек тоже мне не нравится в общем вот это маечка хорошенькая популярный узор спицами здесь он выполнен крючком и при том крючком попроще оно все вот так здесь у нас все еще посмотрим по моему здесь у нас несколько вещей есть они а нет вот еще они а это тут который не видно было все девчонки вот все все модели мы рассмотрели с вами вот такой вот у нас первый номер бурда вязание больше у нас ничего нет вот тут показывает как косвия вот ближе видно этот жилет вот этот мне нравится как топ если бы из хлопка из мина я бы связала потом еще чтобы его с чем-то комбинировать все девчонки это я так понимаю анонс того что будет во втором номере журнала из анонса мне ничего не нравится пока ладно мои хорошие пишите свое мнение как вы будете его покупать не будете я естественно его в ближайших как бы своих видео разыграю помним да я думаю я буду напоминать в каждом видео что я теперь хотя бы раз в неделю я думала в каждом видео в каждом видео это слишком дорого вот но я хотя бы раз в неделю буду разыгрывать журналы книги по вязанию вот по желанию могу подписать этот номер бурда и я разыграю там ближайшее время на сегодня все мои хорошие с вами была века школа рукоделия всем пока пока